В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В школах Ленинского городского округа 11-классникам вручили аттестаты. Школа же это 11 лет жизни, такое детство, юность, поэтому немного грустно. На территории муниципалитета прошла выставка «Звезды Подмосковья». Площадка для обмена опытом, для заключения каких-то контрактов, а также является площадкой для развития животноводства в масштабе Московской области. В историко-культурном центре состоялся муниципальный форум «Управдом». То есть это намного проще, чем писать на добродел и ждать, когда тебе придет ответ. Непосредственно глаза в глаза вопрос-ответ. Сегодня в школах Ленинского округа шумно и весело 11-классникам вручают аттестаты. 949 выпускников в последний раз отправились в свои альмаматы, чтобы получить главный документ, к которому они так долго шли. На церемонии вручения аттестатов зрелости в Видновской школе номер 7 побывала Татьяна Брылова. В Видновской школе номер 7 в этом году три 11-х класса. Выпускники показали хорошие результаты. Двое сдали русский язык, получив наивысшее количество баллов. Из 93-х ребят – пять медалистов. Одна из них – Евдокия Гамазина. Что самое дорогое оставляю в школе? Воспоминания о своих друзьях, одноклассниках. Очень много поездок было, которые были очень запоминающиеся. Какие-то праздники школьные тоже остаются в памяти. Выпускников поздравил глава муниципалитета Алексей Спаский, пожелав каждому найти свой путь в жизни и обрести выбранную профессию. Это счастливое время. Вы, думаю, понимаете это сейчас, но с годами будете понимать все сильнее и сильнее. Конечно, ничего не заканчивается. Буквально завтра у вас будут новые тревоги. Нужно определиться с учебными заведениями, нужно получить хорошее образование, найти себя в жизни и делать что-то такое, что будет прославлять вашу школу, вашу малую родину, в целом нашу Российскую Федерацию. Алексей Спаский вручил ребятам аттестаты с отличием. День вручения аттестатов зрелости наполнен волнением для всех его участников. Выпускников, учителей, которые все 11 лет были чуткими наставниками ребят. И, конечно же, для родителей. Последним пока сложно понять, что их дети стали взрослыми. Конечно же, новый этап в жизни, он может быть будет такой, как сказать, более эмоциональный, более плодотворный, чем школа. Но школа же это 11 лет жизни, такое детство, юность. Поэтому немного грустно. Школа гордится не только своими отличниками, но и спортсменами. Их в «семерке» немало. Ребятам, защищавшим спортивную честь учебного учреждения, медаль вручили местные депутаты Олег Федоров и Гаджимурад Гаджимурадов. Член форум команды, футболу и волейболу, Фролом Александрович. Для всех выпускников праздник продолжится во дворце спорта, где виновники торжества вместе встретят рассвет своей новой взрослой жизни. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В регионе выбрали лучших племенных животных. На территории Ленинского округа в 25-й раз прошла выставка «Звезды Подмосковья». Подробности в репортаже Олеся Поповой. Главные героини выставки племенных животных – коровы. Буренки нервничают и переживают намного сильнее, чем люди. Даже выстроить их в один ряд для оценки судьи – задача непростая. Николай Илюшкин из Домодедовского округа рассказывает. Главное – относиться к корове с заботой и уважением. Тогда и удой будет хорошим, и результаты конкурсов будут радовать. Его подопечная по кличке Соломка – дама с непростым характером, но уверенно завоевала на выставке первое место. Она вообще недоступная была, когда ее приучали. Но все же из-за красоты она победила. Эмоции вообще зашкаливают. Нет, на самом деле я не рассчитывал. Я рассчитывал на другую корову, а тут она у меня красавица. Оценивают буренок не просто по красоте, а по четким критериям. Очень важен внешний вид в имени, так как основная задача коров – давать качественное молоко. Если взять все признаки за 100%, то 40% отдаётся параметрам в имени. Это переднее прикрепление, плотность переднего прикрепления, высота заднего прикрепления, выраженность центральной связки, расположение сосков. Затем 25% отводится на ноги, то есть это корректная постановка, вид сбоку, вид сзади. 25% – это оценка за общий тип, 10% – это оценка за крестец. В выставке приняли участие около 60 коров со всей Московской области. Мероприятие проводят уже в 25-й раз. Ежегодно оно привлекает десятки сельскохозяйственных предприятий. В седьмой раз «Звезд Подмосковья» принимает Ленинский городской округ. Для нас это важно тем, что собирается большое профессиональное сообщество животноводов, которые используют не только для демонстрации своих успехов на данной выставке, но и площадка для обмена опытом, для заключения каких-то контрактов, а также является площадкой для развития животноводства в масштабе Московской области и уже с привлечением гостей из разных регионов Российской Федерации. «Звезды Подмосковья» – это возможность познакомиться не только с лучшими фермерами, но и с новыми технологиями, которые позволяют достигать высоких результатов. Буквально за десятилетия, за последние годы мы добились очень резкого роста по продуктивности, по получению молока с одной коровы. Поэтому, по сути, что здесь происходит на этой выставке? Здесь идет обмен информацией, опытом среди наших молочных животноводов. И, общаясь между собой, они понимают, как можно дальше продолжать и достигать повышение удоя за счет применения каких-то специальных добавок, кормовых кормов, за счет содержания коров. Свои стенды на выставке организовали производители кормов, сельскохозяйственные техники, ветеринарные клиники. Сергей Кузьмин представляет ветлабораторию. Рассказывает, без точных исследований в сельском хозяйстве невозможно убедиться в качестве продукта и в здоровье животного. В последние несколько лет мы достаточно активно развиваем именно сельскохозяйственное направление. Со многими из хозяйств, представленных сегодня на этой выставке, мы уже работаем. Работаем мы по всей России, на самом деле, представлены в Москве и Московской области для нашей лаборатории. Но работаем по всей России, то есть со всех уголков нашей необъятной родины нам доставляют пробы биоматериала. Договориться о предоставлении нужных услуг фермеры могли прямо на выставке. Кроме того, хозяйство региона представили лучшие породы кур, овец, коз и других животных, выращиваемых в сельском хозяйстве. Выставку с интересом смотрели не только профессиональные фермеры, но и обычные зрители. У каждого была возможность пообщаться с животными и даже продегустировать продукцию подмосковных производителей. В историко-культурном центре состоялся муниципальный форум «Управдом». Основные темы обсуждения – капитальный ремонт многоквартирных домов в историческом центре города Видное и преимущество единой системы расчетов Мособл-Еирс. Одной из основных тем для обсуждения стал капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных в старой части города Видное, которые обладают особой ценностью, так как им присвоен статус объектов культурного наследия. При проведении ремонтных работ это будет учтено и исторический облик зданий останется без изменений. В рамках данного мероприятия будет проводиться ремонт с 8 квартирных домов. Это улица Заводсай, и получается, нечетная сторона Гаевского, 1, 3, 7, 9, 1, 13, 15, 2, 1, 6, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 7, 12. Вторая часть встречи была посвящена единой системе расчетов Мособл-Еирс. Также в ходе форума жители активно задавали и многие другие вопросы, на которые получали подробные разъяснения. Подписана была предварительная смета еще в апреле, а кровля еще даже не начиналась делаться, хотя в плане капитального ремонта она стоит. Елену Клюкину, жительницу поселка Лопатино, волновали вопросы благоустройства. Очень бы хотелось иметь паспорта территорий, не только детских площадок, но, например, ты движешься по дороге, видишь какое-то безобразие, написано, данная дорога обслуживает такая-то компания. Также был затронут вопрос ремонта дорожного полотна на проспекте Ленинского комсомола, где регулярно проваливается асфальт и на проезжей части образуются огромные ямы. Веси сидят, до Евроспара уже практически все приложили. Вот тоже аварии происходили, пусками-пусками, но сейчас все полностью переложили. Сейчас надо уже просто вскрыть полосу, как дорожники это делают, бетоном заливать, стяжку делать, обмирать. Главная цель проведения муниципального форума «Управдом» – это прямой диалог жителей с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и представителями администрации округа. Все вопросы решаются, обсуждаются напрямую, может, непосредственно ресурснику, тому же директору ПТО ГХА задать вопрос. То есть это намного проще, чем писать на добродел и ждать, когда тебе придет ответ. Непосредственно глаза в глаза вопрос-ответ. Встречи подобного формата дают уникальную возможность решить самые насущные проблемы в сфере ЖКХ. Все вопросы, с которыми обратились жители, взяты на контроль. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, ВИДНЭТВ. В Московской области активными темпами реализуется программа социальной газификации. Подключаются к газу частные дома, в том числе и на территории Ленинского городского округа. Одна из подрядных организаций в настоящий момент работает в деревне Трычево. Более 600 метров труб проложено вдоль улиц поселения. Работы продлятся еще неделю, после чего здесь будет газифицировано более 30 домов. Пока установилась хорошая погода, строители работают ударными темпами. 40-50 домов – это где мы укладываем вводики, где газопроводы строим. То есть в основном мы же не только вводики укладываем, а сначала нужно построить газопровод до заявителя. Это тоже очень много работы. Выгода программы социальной газификации в том, что жители не платят за прокладку трубы до границ участка. Все расходы берет на себя Мособлгаз. А далее гражданам необходимо проявить инициативу и провести газ в дом. На официальном сайте Мособлгаза они могут подать заявку, либо на горячую линию связаться и выбрать для себя удобный способ подачи заявки. Ну и, соответственно, основываясь на вот этой заявке, им сформируют договор. Они подпишут договор либо с подрядной организацией, либо с Мособлгазом непосредственно и построят себе внутреннее газоснабжение. Заявку на участие в программе и получить дополнительную информацию могут все желающие на официальном сайте mosoblgaz.ru и по телефону 8 800 175 75. Около тонны гуманитарной помощи на днях получили воспитанники школы-интерната города Донецка. Собрать необходимые товары удалось благодаря акции «Коробка добра». Сотни неравнодушных жителей видного передали детям вещи, продукты питания и средства личной гигиены. Итоги подведет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Благотворительная акция длилась больше месяца. За это время удалось собрать порядка 50 коробок с необходимыми товарами для воспитанников школы-интерната города Донецка. Весомый вклад внесли жители микрорайона «Зеленые аллеи». Здесь боксы для сбора гуманитарной помощи заполнялись очень активно. Сортировку и отгрузку взяла на себя местная управляющая компания. Потрясающий отклик от жителей ЖК «Зеленые аллеи». Хочу всех поблагодарить, потому что это восторг. И продолжает до сих пор нести вещи, продукты. Большая работа была проделана в сортировке. Конечно, потому что несколько дней все это сортировали. По возрастам девочки, кто организатор у нас, Марина Зрячих и Юлия Одинцова. Им вообще большое спасибо, потому что они работали с этим просто каждый-каждый день. Мы по мере возможности выделяли также сотрудников, которые помогали сортировать. Акция «Коробка добра» состоялась благодаря инициативе бывшей воспитанницы интерната, ныне жительницы города Видное Валентине Печенкиной. Она контролировала весь ход проекта, который активно поддержала руководство Видновской дирекции киносети. Жителям, конечно, огромная благодарность за то, что они поддерживают и ребят наших, и тех, кому сегодня нужна помощь, мирных жителей. Пока идет военная операция, мы должны участвовать максимально в поддержке и бойцов, и жителей. На днях груз был доставлен адресатам. Помощь в этом процессе оказало местное отделение боевого братства. Тяжелая дорога и сломавшийся автомобиль не помешали руководителю объединения Владимиру Песаченко передать собранную помощь воспитанникам школы-интерната. Нас встретили, накормили. Мы довольны, счастливы. Люди очень добродушны. Они действительно добрые, они любящие. И они знают, что такое добро. Владимир отмечает, видновчане оказали колоссальную помощь, но интернат все еще нуждается в материальной поддержке. Но больше всего жители Донбасса мечтают о мирном небе. Руководитель учреждения записала видеообращение для всех, кто не остался в стороне в такую непростую минуту. Дорогие наши друзья, мы выражаем огромную благодарность всем жителям города Видное, которые приняли участие в акции «Коробка добра» и оказали благотворительную помощь нашему учреждению. От лица детей, сотрудников нашего учреждения, я желаю всем добра, процветания и, самое главное, мира. В этот раз организаторам акции удалось собрать около тонны гуманитарной помощи. Вдохновленные результатом, они планируют продолжить инициативу, но, возможно, теперь в другом формате. Юлия Погосян, Грилла Иванов, Рогосадовская, Видное ТВ. В Видновский перинатальный центр едут рожать со всего Подмосковья и других регионов нашей страны. У медицинского учреждения есть все необходимое для того, чтобы подарить женщине счастье стать мамой. Вне зависимости от того, с какими трудностями придется столкнуться. Об одном из таких случаев наш следующий сюжет. Василиса. Такое имя для дочери выбрали Ольга и Алексей Бондарчук из подмосковного Чехова, как только узнали, что в семье появится девочка. Сегодня у них праздник – выписка из Видновского перинатального центра. Поздравляем вас. Растите большими. Спасибо. Рожать семья изначально планировала в родном городе, но местный роддом закрылся. До и Ольги врачи внезапно обнаружили проблемы со здоровьем. Тогда чеховские медики посоветовали семье ехать в Видное. Здесь есть специалисты, которые мне наложат швы, и я доношу ребенка. Ну, собственно, что и получилось. Сначала здесь пролежало 4 недели, а потом, вот сейчас перед родами, еще 2 недели я лежала. Сняли швы. Естественно, домой уже нельзя. Я лежала и ждала. Была вероятность того, что малыш может вообще замереть внутриутробно, и она не получила бы такое счастье, какое она получила сегодня. И поэтому, благодаря тому, что она приехала вовремя, мы ей оказали должную помощь перед родами, в родах. Роды, говорит Ольга, прошли хорошо, легко и быстро, но затем снова начались проблемы. И опять же быстро врачи все пришли. Пришел астезиолог, наркоз. Все сделали, и хорошее кровотечение у меня было. В семье маленькая Василиса, уже четвертый ребенок, дома с нетерпением ждут сестренку. 18-летняя Софья, 12-летняя Мария и 10-летний Григорий. И детская реанимация здесь хорошая, и выхаживание новорожденных. Поэтому, конечно, рожать хорошо здесь. Видновский перинатальный центр – один из крупнейших Московской области. Все здесь выхаживают новорожденных весом всего 500 грамм. При этом медикам удается избежать развития у детей бронхолегочной дисплазии. Кроме того, наш центр специализируется по патологии вырастания плаценты. Поэтому со всей области женщин с такой патологией привозят к нам. Как правило, отрождаются преждевременные роды, потому что начинается кровотечение. Поэтому наши специалисты очень хорошо за них справляются. Женщина остается и с маткой может еще рожать, и с ребенком. Благодаря тому, что Видновский перинатальный центр берет на себя самые проблемные случаи – обычные роддома в Подольске, Серпухове, Протвино, Кашире и Чехове – за несколько лет не потеряли ни одного ребенка. Кроме того, акушеры активно практикуют роды в воде, а также партнерские с присутствием папы-малыша, что является прекрасной альтернативой популярным, но опасным домашним родам. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.